Приветствую вас на своем канале, у микрофона Даниил Добро, канал Быстрый ПК. В этом видео вы узнаете, как скачать любое видео из интернета, что такое пиратство, что в нем хорошего и плохого, почему торрент еще не запретили, где можно найти и скачать пиратские файлы. Давайте разбираться. В 2022 году многие компании ушли из России. В итоге перестали работать некоторые сайты без VPN. VPN, кстати, легален, но поставщик будет знать, что вы смотрите. Соответственно, использовать VPN не очень безопасно. Ну и покупка некоторых онлайн продуктов стала труднодоступной. Поэтому интерес к пиратству растет. В целом, для личного использования пиратство легально, а вот компании не могут использовать пиратское ПО и контент, так как их могут проверить и оштрафовать. Административная ответственность, согласно статье, включает в себя штрафы в размере от 1500 до 2000 рублей. Для физлиц. Замечу, что происходит тут у нас конфискация. То есть забирают у вас оборудование, то есть компьютер в данном случае, на котором вы все пиратили. И, в общем-то, все. Для всех там компаний и предпринимателей штраф побольше 10-20 тысяч. Как скачать любое видео из интернета? В целом, все эти программы легальные. Их можно легко найти и скачать, соответственно, насчет того, что это что-то прям совсем нелегальное, сложно сказать. Но для личного использования точно все это более чем легально. Самый простой способ, на долгий способ, это воспользоваться OBS, программой для записи видео с экрана. Нужен только стабильный интернет и достаточно современный ПК. А также таймер, чтобы вовремя выключать записи видео. Данный способ подойдет для копирования с любого онлайн-сервиса. Видеофайлов, аудиофайлов и так далее. Думаю, так создают в наше время основную часть пиратского контента. Но тут есть ограничения, так как датонлайн-ресурс должен быть доступен. То есть, возможно, вам придется что-то купить, чтобы потом это пересканить и кому-нибудь отправить или сохранить для личного использования потом, чтобы ничего не забыть. Основной же способ это использование сторонних расширений для браузера или сайтов с возможностью скачать видео по ссылке с популярных ресурсов. А это соцсети ВК, Одноклассники, Ютуб и другие. Зависит от сайта и расширения. В целом данный способ безопасен. В статье на Дзен мне будут приведены все ссылочки основные на программы и так далее. То есть, вы обязательно загнаете под видео и все сможете посмотреть и увидеть за то, что это все как бы работает. И в целом все эти ресурсы даже не заблокированы на территории России. Что такое пиратство, что в нем хорошего и плохого? Внушение авторских прав в области интеллектуальной собственности подразумевает несанкционированное правообладание распространения материала, защищенного авторским правом, такого как программное обеспечение, музыкальные композиции, фильмы, книги, компьютерные игры. Программы. Владание правами на интеллектуальную собственность защищено законами большинство стран. Под нарушением авторских прав обычно принимаются следующие действия. Создание копий и ее продажа. Создание копий и передача ее кому-либо еще. В некоторых случаях передача легально приобретенной копии. И понятно, что от пиратства страдает автор, но пиратство способствует развитию и снижению цен на онлайн контент, что явно хорошо для потребителей. Для обычного пользователя пиратство нелегально, но проверять ваш компьютер никто не собирается. Но меня настороживает, что браузер и провайдер знают, что за сайты я посещаю при ужесточении законов могут полностью закрыть возможность пиратить. Я нашел несколько, два рейтинга по пиратству. И в обоих рейтингах Россия не на первом месте. Вообще непонятно, как это все считается. Так что я бы не стал доверять данной статистике. Почему торренты еще не запретили? Через торрент можно скачать огромное количество файлов. Но не все эти файлы являются пиратскими. Тот же Linux легально распространится таким способом. Linux это операционная система. В статье я рекомендую программу для скачения торрент-файлов. Тоже с открытым исходным кодом, что вызывает у меня доверие. Также следует учесть, что вероятность подхватить вирус высокая, как и на сайтах, где предлагают бесплатно скачать. Запретить торрент сложно, но ресурсы периодически блокируют, что затрудняет поиск. Также провайдер может ограничить скорость на торрент. В целом программы для скачивания через торрент легальны, но контент скаченный может быть пиратским. А найти в торрент-раздачах можно книги, фильмы, музыку, видеоигры и т.д. Где можно найти и скачать пиратские файлы? Возможно, вы ожидали, что только через торрент распространяют пиратский контент. Ну нет, смело добавляем российские соцсети. ВК, Одноклассники и т.д. Также Телеграм. Поисковики могут также помочь найти файлы. Лучше всего подходит Яндекс. Может, и другие поисковики тоже находятся. Но Яндекс точно находит. Там у него есть раздел видео. Да, он как раз по ВК ищет, по Одноклассникам. Что-то можно всегда найти. Также всегда нужно помнить, что можно подходит к какой-нибудь вирус. Скачал файлы с подозрительных сайтов. Кстати, при поиске можно добавить расширение файла. Например, mp4 при поиске видео. Либо при поиске книги PDF. К сожалению, видеоигры я активно не искал. На просторах интернета можно найти легальные бесплатные игры. Как правило, их публикуют в Steam. Моя подборка игр тоже будет в статье. В попытках найти бесплатный платный контент можно нахватать вирусов. Поэтому не рекомендуется таким заниматься на рабочем ПК. Ну, есть компьютере. Учитывая, что под Windows больше вирусов, чем под Linux, можно сделать выводом. Вирусы могут быть в любом типе файлов. Поэтому, если нет большой необходимости, то лучше обходить сайты, где предлагают скачать бесплатно, стороной. Либо искать проверенные ресурсы. Мелкие файлы можно проверить через VirusTotal. Это онлайн-сканер, где куча антивирусников сразу сканирует один файл. Достаточно удобно. А самый простой безопасный способ это покупать все на распродажах, которые часто бывают в празднике. Но иногда можно купить кота в мешке. Поэтому читайте отзывы об ресурсе. Также иногда могут подключать подписку за доступ к библиотеке, что означает, что будут списывать деньги из карты каждый месяц. И тут нужно читать условия. Часто даже крупные сервисы, известные, увеличивают в разную стоимость подписки на следующие месяцы. Можно создать виртуальную карту для покупок на малоизвестных сайтах. И четко выделять на виртуальную карту нужную сумму. В целом на этом у меня все. Если видео было полезно, обязательно подпишитесь, поставьте лайк, подпишитесь, зайдите, посетите телеграм-канал, почитайте полную версию статьи в описании. Благодарю за просмотр. До встречи в следующих видео. Субтитры создавал DimaTorzok